Всем здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я хочу рассказать вам, что я живу в Турции, перевожу новости из открытых официальных источников на русский язык. Никакой претензии на журналистику и профессионализм, это мой личный блог. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и мы с вами приступаем. Давайте начнем с внешней политики. Есть тут очень много интересных моментов, есть о чем рассказать. Легендарная уже шедевральная поездка, встреча Эрдогана в Грецию прошла на прошлой неделе. Почему это такое странное, можно сказать, событие, неожидаемое? Потому что с Грецией, Турцией последние несколько лет очень острые отношения. Буквально два года назад мы были на стри атаки и возможных военных действий. Тепление отношений в стране встретили очень благоприятно. Все остались, скажем так, этим довольны. Эрдоган условились на том, что будут встречаться теперь послы. Будет взаимообмен и встреча работа совместная МИД от двух этих государств. И для начала Греция отменила визы без виз на 7 дней для граждан Турции на список определенных островов греческих, которые турки в течение 7 дней могут посещать свободно без виз. Эрдоган подтвердил дальше свою позицию. Цитата о том, что Хамас я не буду называть террористами. Я прям хочу вам цитату зачитать. Хамас — это палестинская реальность, а не террористическая организация. Хамас — это политическое движение, которое победило на выборах. Мы не будем называть Хамас террористической организацией. Что часть населения уже, кто, назовем так, не поддерживает президента, на это внимание не обращают, потому что он постоянно о чем-то подобном говорит и реакции не звает. Те, кто сторонники поддерживают, они его просто продолжают поддерживать. Это, я повторюсь, это работа на внутреннего потребителя в стране, на вот эту свою общую массу, потому что у нас весной грядут муниципальные выборы, где партия правящая хочет отвоевать, забрать, вернуть себе самые ключевые позиции мэрские в самых крупных городах страны, потому что их занимает оппозиция. Но был очень странный поворот, и лидер Хезбаллы назвал Эрдогана впрямую лицемером. Он опубликовал твиттер у себя с фотографией Эрдогана. И хочу подсочетать тоже статую его, как он его назвал. «Любой, кто в СМИ демонстрирует свою поддержку Палестине, но за кулисами по-прежнему участвует во всевозможных сделках и действиях с Израилем, является лицемером», — это заявил лидер Хезбаллы Насралов в своем твиттере-аккаунте публикация. Социальной реакции государства на это никакой не было. Как всегда, гордо промолчали, не акцентировали, не подсвечивали внимание этому событию. Ну, конечно же, кто против и не поддерживает, очень злорадствуют. Это очень сильно подсветило саму ситуацию. И, в принципе, к Эрдогану уже очень много вопросов даже у сторонников по поводу его поддержки. Критикуют его активно в официальном, даже политическом поле страны за такую двойственную позицию, о том, что он про палестинских взглядов, но при этом продолжает бизнес-торговлю. Я напомню, было уголовное дело возбуждено. Расследование сейчас идет против журналиста, который опубликовал работу, работу, отправку грузов в Израиль, торги, статистику опубликовал. Другой журналист, что эту торговлю ведет непосредственно сам сын Эрдогана и его семья. Они всей семьей подали коллективный иск за клевету на этого журналиста. Реакции такие есть. Но вот в такого формата, то есть мы воюем с теми, боремся критиками мелкими на месте, чтобы напугать остальных было неоповадно. Такого большого масштаба критики не замечаются, потому что, по сути, ответить тут нечего. На такую риторику рушатся отношения. В принципе, они не были никогда хорошими с Америкой, с Израилем. Они только, как из Греции, недавно налаживались. Торговля установилась. Последние 2-3 года оттепления пошло. Раньше все было гораздо хуже. Ну, хотя бы бизнес-торговля начала налаживаться. Туризм также. И вот сейчас рвутся эти даже чуть-чуть налаженные отношения. Ради чего? Для того, чтобы объединить исламский мир. Поэтому было громкое заявление на то, что Турция предлагает быть гарантом безопасности на территории Палестины, когда закончится война на секторе газа, миротворцев вводить. В общем, условно, создать исламский мир. Создать вот это государство и, по сути, новую империю. Исламскую империю. Так вот, даже для своих сторонников в исламском мире после вот этого твиттера вчерашнего, это просто подтверждение, что, к сожалению, все эти действия были, ну, назовем так, напрасны, можно сказать, излишни. Потому что действия они никакого не дали положительного. И своим в исламском мире Эрдогану не получилось стать. Вот эта его двойственная оппозиция вот на данный момент, она ему, скажем так, сослужит. Она очень удобная всегда, она очень правильная политически. Так очень многие политики поступают. Это realpolitik, что и есть, да, настоящая живая политика. Но не везде она выигрышна, потому что ситуация острая, острая критика. И вот он остался посередине. Угодить нашим и вашим и максимальные сливки снять с этой ситуацией на данный момент не получается. Также твиттер дал заднюю, если так можно сказать, да. Турции удалось прогнуть твиттер. В частности, на контент, который публикуется на территории Турции или блогерами, которые из Турции. Ну, в общем, наношу эту территорию. Официального менеджера представителя TikTok в Турции, их офиса пригласили в парламент. И там он дал обещание. Теперь будет учитывать особенности местной морали и нравственности. Сделаем выводы, пока никакой конкретики или нет. Но это буквально хочу отметить, зафиксировать, да, какую-то статистику такую дать вам, что эти высказывания у приглашения в парламент, вот это давление, оно было буквально провернуто за несколько дней, меньше, чем за неделю. В течение нескольких дней начали садить, отлавливать блогеров, которые какой-то непристойный контент публикуют в TikTok. И тут же вызвали этого представителя офиса, нажали, и вот сразу же такие высказывания. То есть, яйца из Турции теперь поедут в Россию, будут там продаваться. Так как в России кризис очень высокие цены в плане яиц этой продукции, то есть Росстат российский аккредитовал, разрешил ввоз 17 компаний турецких, производителя яиц для своей страны. То есть, условно, им дали паспорт для ввоза. С 31 марта авиакомпания «Лоукостер» из России «Победа» открывает свои рейсы на новый туристический сезон из Москвы-Шереметьево в Анталию. Кроме того, в летнем расписании «Победы» еще добавятся рейсы из Внукова, Ставрополя, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Махачкалы тоже в Анталию. Но если мы берем вот эту нашу тему иностранцев Турции, то 12 декабря вступили изменения законодательства Турции, хочу отметить, которых никого не предупреждали в Турции. И даже для тех, кто сейчас оформляет гражданство тоже. Новые правила в законе о получении гражданства паспорта, именно не венже, а паспорта гражданства Турции за инвестиции и вложения в экономику страны. Внесли поправку о том, что сейчас для получения гражданства на сумму 400 тысяч долларов, летом она будет повышаться, будет 600 тысяч порог долларов вложения в экономику страны, приобретать недвижимость теперь можно только готовую, то есть дома, квартиры, пожалуйста, но участки земли, на которых потом может быть стройка, теперь запрещено с 12 декабря. Как будут вести себя, как будут обстоятельства для людей, кто получает сейчас в процессе одобрения гражданства по такому варианту, когда была приобретена какая-то земля в собственности, оформлена? Пока пояснений никаких к этому не было, это для всех стало новостью, и в том числе для сотрудников, кто условно ГЕОЧ или миграционного офиса, для них это тоже было новостью, эта новость пришла абсолютно внезапно, никто был не предупрежден, поэтому пока действий для кто сейчас на стадии одобрения гражданства пока нет, но я думаю, что, как всегда, скорее всего, это моя личная оценка и предположение из практики, которая здесь у нас в стране есть, скорее всего, тем, кто уже подал, конечно же, документы до 12 декабря, то им одобрят, потому что силу вступает закон с 12, здесь у нас всегда так, все что до. Внутренним новостям в стране, в Зангулдаке, был очень сильный ливень, дождь, и сошел сель на деревню, это просто сошла грязная такая лавина, с грязью, с деревьями, с камнями, к сожалению, прямо именно набрало это силу, сошли вот эти горные породы земли и воды, и пострадало очень много человек, затопило, скажем так, снесло целую деревню этим потоком, 21 человек пострадал, а двое, к сожалению, погибли, это был сын взрослый и мать, престарелая женщина, они были в своем доме, их дом просто накрыл этой лавиной из грязи и камней, и, к сожалению, дом разрушился, и дом просто подмяло под себя этой стихией. Ну и новость, которую обсуждают последние два дня, она была в мировых СМИ, но таких фанатских. Вы знаете, турки очень большие фанаты футбола, здесь практически все фанаты, не 50% страны, а большинство, каждый болеет за какую-то свою команду, они всегда смотрят матчи, и это частенько не просто мужчина в семье смотрит, а всей семьей, с детьми обязательно приобщают жены, в том числе родители, в общем, целое поколение фанатов каких-либо команд. Так вот, произошло большое событие, которое потрясло буквально всю страну. Глава футбольного клуба Анкарын, Карагюджу, его зовут Фарук Коджа, он ударил от арбитра Халила Умута Миллера, он вышел на поле после уже окончания, и просто сразу сходу дал ему в лицо. И когда он ударил арбитра, это произошло после матча, еще также налетели остальные другие люди, которые, назовем так, и ему помогали, его просто начали избивать при включенных камерах, при прямом эфире, абсолютно-то видели все. Затем, скажем так, арбитра спасли оттуда, его госпитализировали, его долго не могли как бы отнять от избивающих, и на поле полетели там стаканы, всякие предметы от болельщиков уже. А в Турции тема с болельщиками очень острая, здесь очень существует паспорт болельщика, чтобы попасть, естественно, все это отслеживается на матч, и очень часто разрешается только одной стороне, только одним фанатам присутствовать на матче, чтобы вообще не было стыдчиков. Вы можете видеть турецкий футбол, когда другая трибуна просто пустая, она другая, параллельная, заполнена, для того, чтобы не было таких эксцессов. У нас это такая тема острая. Так вот, полетели всякие предметы на поле, что тоже запрещено, в общем, на это уже ни то внимания особо не обращало. В общем, их растянули, отобрали, защищать его начали этого избитого, у него тут же вылез огромный синяк на глазу, его тут же госпитализировали. И как разворачивалась эта история? Вообще сейчас Кубок Лиги Чемпионов происходит, и были вообще разговоры в мировой повестке, чтобы Турцию лишить звания вообще, участия, права участия в этой Лиге, вообще исключить ее за неподобающее поведение, условно, если даже в вашей внутренней стране происходит такое непотребство, значит, и другие ваши, сборная вашей страны может себе позволить что-то подобное. То есть наказывать будем всех. Ну, в общем, на следующий день министр внутренних дел посетил больницу с вот этим пострадавшим, которого госпитализировали, напомню, госпитализировали его синяком на глазу, тоже, знаете, в Турции очень быстро выпускают из больницы, можно сделать операцию, на следующий день уже оказаться дома, или, условно, родить ребенка, к вечеру уже быть дома, да. Госпитализация — это такое дело, очень экстренное, назовем, тут синяком и его типа обследовали в течение суток, ну окей. В общем, министр внутренних дел, его свита, журналисты посетили пострадавшего, очень это, конечно, демонстративная акция была, пожалели, извинились, посочувствовали. Он позвонил президенту, который, конечно, заспрашивал, как он себя бедно и несчастно чувствует, вообще его настроение, мысли и так далее. В общем-то, очень демонстративное заглаживание было этого конфликта для того, чтобы не потерять, конечно же, свое место сборной Турции в Лиге чемпионов. То есть даже президентов писали в эту историю. Ну и к вечеру следующего дня, после этого конфликта, нападающего вообще задержали несколько человек, кто нападал, лидер этого клуба, и его помощники в той ситуации, которые участвовали в этом сбии, и них задержала полиция. На данный момент я не могу сказать, отпустили его или нет. Лично я не видела новостей, чтобы его именно отпускали. Но к вечеру вчерашнему он уже отказался, сложил полномочия, конечно же, ушел в отставку с должности руководителя футбольным клубом. И также он был в партии справедливости, он политик при этом, и его исключили из политической партии. То есть в один момент потерял просто все. И вот эти новости, конечно же, больше всего интересовали турок. Это обсуждалось последние два дня во всех новостях. Но пока что нет информации о том, чтобы Турция потеряла свое право участия в Лиге. Соответственно, видимо, на местном вот этом уровне удалось искупить, замять эту ситуацию, подключив президента. В общем, посмотрим, какие будут результаты. Это самое обсуждаемое здесь в стране на данный момент. Спасибо всем большое за внимание, что посмотрели это видео. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Это очень помогает продвижению канала. Мне это очень приятно. И подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. В инфобоксе под видео ссылка. И также моя почта для записи на персональную индивидуальную консультацию психологическую. Скоро увидимся. Всем пока.